Доброе утро всем. Что там у меня на голове-то? Мы же все красивыми встаем, правильно? Я не исключение. У нас закончился газ. И вот у нас по вторникам, четвергам и субботам развозят газ. Такой грузовичок. И знаете, как надо делать, чтобы этот человек знал, что он нам нужен? Нужно вот так вот у двери вешать вот такой пакет. Видите, там их оказывается два. Один наш и с номером квартиры. Видите, два пакета висят. И вот человек, который развозит газ, видит по этим пакетам, понимает, что нам нужен газ. Я вот на пакете написала номер квартиры. Он посмотрит, позвонит у меня в домофон и спросит, что я хочу и сколько я хочу. Ну, еще рама, поэтому думаю, сейчас подъедет. Какая-то облачность у нас с прояснениями. Дождя, конечно, у нас не обещают. У нас летом вообще дождь не идет никогда. Это может там две капли капнуть. Грязевой дождь и все. А так, чтобы дождь нет такого. И зимой-то нифига не идет. В общем, мне еще позвонила сестра мужа. Сказала, что она хочет тоже навести красоту себе. И я ее заберу по пути. Да, моя радость? Ты моя радость. Счастье мое. Да. Так что вот так вот у меня сегодня будет субботний день. Субботний день. Я вчера заправила машину. Ну, я всегда сейчас заправляю на полную катушку, потому что он дрожать начинает у нас. Вот. У нас раньше бензин стоил евро 20, евро, ну, где-то около евро 20. Не бензин, а вот этот вот, который солярка, что не солярка. Дизельное топливо. Во, у меня машина на дизельном топливе. А сейчас во время карантина стоило что-то 95 копеек. Нет, 95 это сейчас стоит. 92 копейки стоило. То есть вообще для нас это дешевизна. И, в общем, я вчера полный бак залила, потому что в понедельник я еду на шопинг. Не знаю, там подговариваю подругу, чтобы она со мной поехала. Ну, не знаю, поедет, не поедет. Да, ты будешь дома сидеть с папой. Ой, любовь моя, не зимная. А вот, в принципе, сам грузовичок. Он увидел наши пакеты. А это у нас соседка. Скоро, по-моему, родит. И скоро у нас будут критики детские звучать. Вот так вот он на тележечку. Там соседка тоже. Говорит, а вторая, это твоя? Она говорит. Я ему кричу говорю, нет, вторая моя. Так принес домой. Обычно, вы знаете, забываем эти пакеты оставлять и сама езжу забирать. Ну, а сегодня, вот видите, 13,60 стоит. Но это у нас от газа только горячая вода. Я сейчас горячей водой почти не пользуюсь. Поэтому мало уходит газа. Теперь вот так надо убрать эти пакетики. Кстати, она написала, сколько даже я-то хотела газа. Ну, сколько-то пасмурный становится. Смотрите, какая погода. Ежики в тумане. Такой туман вообще. Море не видно, ничего не видно. Это, как говорят местные, к большей жаре. Смотрите. Офигеть. Прям с моря идет. Вот почему так это. Море прохладное, а здесь жара. До 43 градусов обещают. Ну, вот с такой вот туманом. Прохладненько, хорошо. 26 градусов всего. Лепота. Так, я сестру уже там оставила. Сейчас пойду это. Работать. Как классно. Все в тумане. У природы нет плохой погоды. С моря идет прям туманище. Пойдем во улице. У нас тут тоже улицы такие. Узенькие. Смотрите, тут он почти рассеялся. Вот это он музон слушает на улице. Ой, там столько народу на пляже. Приезжие. Ой, классная какая. Смотрите, морюшка. Духотища стоит. Такая вот у нас погода. Так немного облачно. Но это туман. Все, еду домой. Ой, сестра сидела до последнего. Я ее там в промежутках красила. Ой, блин, она еще милирование делает. В общем, я ее так вот, как говорится, не отвлекаясь от работы. И вот последнюю ее оприходовала. Сейчас поедем домой кушать. Вчерашний салат из морепродуктов. Федуа надо доесть. И вот я сейчас буду делать этот, как он называется-то, господи, с яблоками, штрудель. Разогреваю духовку. И прям замороженным надо класть, и он там доделается. А потом уже буду делать, вот это вот, запекать. Как говорится, чтобы два раза не нагревать духовку, за один раз все сделаем. Но пока она нагревается, я поем. Всем приятного аппетита. Вот такой штрудень получается. Вот у меня мороженое. Вегетарианское. Из соя. Но вкусное. Манго и малинка. Вот так вот. Чай не буду пить. Сейчас что-нибудь забацаю. Холодный может быть чай. Мои перцы уже, они час стояли в духовке. Вот. Сейчас я их буду шкурить. Шкуру снимать с них, заразы. Вот этот не поместился. Вот. А, надо мне еще баклажанчик положить тоже. Но это на понедельник. Потому что завтра мы 100% куда-нибудь пойдем. И на завтра не будет никакого обеда. Поэтому. Я, кстати, пришла уже с работы. Вот сейчас быстренько их ошкурю и пойдем гулять. На улице еще сегодня жара несусветная. Прям вообще жара-жара. А вот. И надо ждать. Когда немного спадет солнце. И можно пойти погулять с Чарли. А пока вот буду снимать шкуру. А вообще такие перцы мясистые. Вообще прям. С них столько мяса. Столько получится салата. Вот. Классного. У меня, кстати, есть рецепт салата на канале. Плайлист. Рецепты открывайте. Смотрите, сколько сока вообще. И там вот этот рецепт на лето. Вообще зашибись. Тем более сейчас у всех есть свои, как говорится, эти огородные настройки, пристройки, выростки. И вот, смотрите. Я его сразу вот так вот разделяю. Чтобы не режу ничего ножа. Он просто вот так вот разделяю на волокна. Видите? Рейн. Прям мясистые такие. Классные. Если даже не поедим, потому что туда баклажан один зафиксирует. Я фигачу. Вот. Ай, чеснока у меня нет. Блин. Может быть завтра куплю. Чеснок туда еще нужен. Точнее у меня он есть, но туда прям нужна такая головка. Чеснока. У меня там есть только зубчики. Осталось пару зубчиков. Я вообще сегодня хотела ехать в этот. В Lidl. Но так как я сестрой была, мне стало как бы неудобно. Вдруг ей не надо по магазину шататься. И так она со мной целый день там сидела на работе. Бедная ждала. То я ее покрасила в промежутке. Там женщина придет. Она, не, не, ты с ней типа закончи. Я говорю, не, я говорю, она подождет. И вот так она мне тоже с головой сырой сидела. Часа два. Я говорю, вот так вот. Я говорю, приезжать ко мне в субботу. Надо было какой-нибудь другой день. А она куда-то завтра собирается. Она говорит, сын меня пригласил куда-то на пляж. Непонятно куда. Говорит, сюрприз будет делать. И вот он говорит, мне сын хочет сделать сюрприз какой-то там. На пляж поехать, ну, угостить, наверное, или еще что-то. Вот. И мне нужно, типа, привести голову в порядок. Привести голову в порядок. Я говорю, ну, понятно все с тобой. Обычно мы же по воскресеньям с сестрами ездим. Там это, каждое воскресенье ездим куда-нибудь пиво попить там, да. Ну, вы знаете, наверное, наши воскресные вылазки. Вот. Я дома не готовлю по воскресеньям. И мы постоянно куда-нибудь ездим. Вот. И она такая говорит, сын, а я же это вот с братом собралась. Он говорит, ну, ты, говорит, позвони ему. В общем, говорит, вы завтра созвонитесь. И тогда мы уже решим, что почем. Либо там после того, как с братом. Ну, естественно, мы не будем ей звонить. Потому что, ну, сын-то важнее, естественно. Вот. А мы вдвоем. А мы вдвоем, но не со мной. Куда-нибудь рванем. Потому что одна сестра уехала на Тенерифе, на Канары, улетела. У нее там дочку оперировать что-то. То ли оперировать, то ли уже не оперировать. Не поймешь, что, в общем. Что-то там. Молодая девчонка, представляете, что-то у нее с это. Что-то не то, в общем, у нее. С бедром что-то там с бедре. Непонятно. Жидкость какая-то. Непонятно что. Ну, она это работает медсестрой. Медсестры все время на ногах. Поэтому. А у них еще, знаете, семья такая. У них с костями вот это вот все. Как это? Не ахти, в общем. У меня наследство это давление. От бабушки идет. А у них, вот видите, кости. У каждого у нас какое-то наследство есть. И вот мы и остались в гордом одиночестве. Смотрите, какое мясистое вообще. Вот. А там еще, знаете, может быть такой сюрприз, что куда-нибудь поедем. Кто-нибудь ей еще сделает. В общем, непонятно. Поживем, увидим. Завтра, что за сюрпризы нас ожидают. Ну, и в этом был еще один маленький этот. Детеныш был. В одном перце. Но вы вдвоем, вы не со мною. Я иногда даже в этот салат не добавляю ни масла, ничего. Потому что столько жидкости в нем, страсти. А эти перцы прям, они просто обалденные. Ну, какой-то сестре я дам половину. Сейчас, говорю. А он, знаете, как у меня муж может быть. Ему там кто-нибудь даст. Друг какой-нибудь. Или он там кому-нибудь что-нибудь починит. Вот. И ему дают там, ну, угощают там помидорами, еще чем-нибудь. И он такой, говорю. Ой, а я ситос. Он приходит домой, увидит, что я там помидоры купила. Ой, а я только целый ящик сестре отдала. Я говорю, ну, правильно, говорю. Че, сестре отдавай. Говорю, а мы, Борюк, богатые, мы их купить можем. Иногда это как бы бесит. Вот. И вот с этими перцами тоже. Я сестре. У них просто такие отношения, знаете, очень близкие. Для него сестра, вот, которая сегодня ходила ко мне укладываться, она ему как вот, ну, как мама, да. Потому что она старшая, она постоянно, их четверо в семье. И вот она постоянно, он, у меня муж один, сын в семье. И вот он для них как это. Ну, не знаю, балованный ребенок что ли был, скажем так. И вот они над ним все вот там это, трясутся. Ну, не как трясутся, что вы. Когда мы ругаемся, они всегда на моей стороне. Почему-то. Ой, не знаю, почему. Так смешно иногда выходит. Я прям при них, я же права. Они, конечно, права, права. Ой, блин. Так что вот так. Что завтра, может быть, нас тоже ожидает какой-нибудь сюрприз. Будьте на связи. Не отвлекайтесь. Подписывайтесь. И все будет хоккей. А в понедельник едем на шоппинг. У меня кое-какая идея есть. Точнее, не идея, а... Будьте здоровы. Живите богато. У меня никого дома нету. Это сосед. Вот. Ну, это я все расскажу вам в понедельник, естественно. Че почем, хоккей с мячом. Вот. И... И такие вот дела у нас. Только, не знаю, покушать там, не покушать. Ну, все будет зависеть от того, что мне завтра подруга скажет. Может быть, я ее уломаю. Тоже покушать там где-нибудь. Потусоваться. Не знаю. Но вы вдвоем, вы не со мною. Жара не сусветная. Ах, верни, Саша, ах, верни, Саш. И сегодня всех спрашиваю своих клиентов. Говорю, че на пляж пойдете? Они говорят, ты че, какой пляж? Кто это, говорит, с наших отсюда ходит на пляж по субботам и воскресеньям? Никто. И вот мы сидим, спрашиваем. Говорю, сколько вы раз ходили? Они говорят, один. А ты? Я говорю, а я два. Ой, никто на пляж еще не ходил. Представляете? Как-то не хочется. А когда хочется, то шторм, то еще что-нибудь, то ветер. А вот в субботу я никогда не... Ну, я, во-первых, и работала. В общем, да. Мне остался еще один перец. И все будет в ажуре. И пойдем гулять. У нас ходят слухи. Ну, ходили, что именно вот на этой улице произошла вспышка. И вот вчера у нас Мерша ходила вот именно по этой улице. Ну, это такая тоже, как бы, можно сказать, ну, не центральная улица, но такая, вторая, наверное, по главной улице. Вот. Вот. И мэр ходила по разным магазинам, по разным там барам и говорила, что все это, ну, вранье. И у нас есть зараженный, но не именно на этой улице. Вот. Это я вчера вам рассказывала про нее. Потому что люди начали уже не ходить и на эту улицу. Там опасно. Ничего, все нормально. Я, кстати, так дышу, потому что здесь на гору. Прям лезешь. Конечно, на камере это незаметно. Ну, я сейчас лезу в гору. Еще в Испании, знаете, как? Я такого в России вот не замечала. Я могу идти по улице, иду, иду, да. Неважно, какая. Маленькая, большая, большой город, маленький. И люди просто могут с вами заговорить. Вот просто. Вот сейчас тоже там иду. Там женщина идет. Она мыло что-то вылила в ведро и ходит по этой воде. И начала просто со мной разговаривать. Вот. И я, знаете, раньше как бы кичилась этого, да, ночью. Она меня не знает, что на самом деле. А сейчас могу свободно поддержать разговор. И нормально. И стоишь в очереди, там, начинаешь трещать с кем-нибудь. Вообще не знаешь человека. И начинаешь с ним разговаривать, как будто там... Причем, они, знаете, не просто там разговоры ведут, а как будто они с вами знакомы всю жизнь. Меня раньше это так удивляло. А сейчас я и сама могу запросто начать разговор. И ничего в этом страшного нет. Правда, запросто могу стоять в очереди и начать разговор. Мне как-то... Потом сама начинаю задумываться. Думаю, как-то, да, могло бы показаться странным. Знакомые люди разговаривают. Но почему бы и нет? Стоишь в очереди, скучно, грустно. Почему бы не потрещать? Вот так вот. Ой, шашлыком пахнет. Ой, здесь цыгане живут. Ой, блин, как вкусно пахнет. Ой. Хоть понюхать. А, вон там, наверное, жарят. Да, вон там. Коза отбилась. Или козёл. Их там всех загоняют. А этот вот, видимо, отбился. Ты кто, коза или козёл? Непонятно. Маленький ещё. Потерялся. Будешь спать здесь. По-моему, козёл маленький. Ну, здесь только. Здесь козы живут. Далеко, далеко, далеко по сутсакам. Конечно, здесь хорошо гулять. Не жарко. Блин, ну я себя уже всю избила. Живого места на себе не оставила. Эти грёбаные мухи замучили. И вот такие приставучие. На пляже нет мух. А здесь просто жертвы. Особенно, где вот козы там проходила. Там вообще. Они прям как на меня накинулись. Я давай себе. Вум, вум. Ужас. Смотрите, какая красота. Тут, кстати, сегодня что-то ни одного этого, ни велосипедиста, никого не встретила. Как-то даже страшненько становится. Ну ладно. Сейчас немножко пройду. Так ёлками пахнет вкусно. Шишками. Шишки новые растут. И они прям пахнут так вкусно. Так вот. Жарко тебе, да, Чарли? Жарко, лапа моя. Скажи, что это меня вводит куда-то непонятно в жару. Ну, такая вот я. А я такая красивая сегодня. Ладно, буду дальше продолжать свою борьбу с невидимым противником и избивать себя. А что делать, если вот они заразы такие присталучие? У Чарли опять протест. Причём не стреляют, ничего я не знаю, что он протестует. Наверное, в моду взял. Устал, скажет, иди ты сама, я тебя тут подожду. Бамо. Чарли. Винька, бамо. Полежала. Может, он не встаёт? Бамо. Бри. Немножко осталось, потом вернёмся, да. Попротестовал и хватит. Здесь по тенёчку хорошо, не жарко. Чего он? Как же приятно в душ сходить в холодную. Я горячую воду вообще даже не включаю. Во-первых, она из трубы уже горячая течёт, поэтому смысла не вижу. И когда прохладный душ, вот так вот по потному телу. Кайфовочки. Отдыхает, лежит. Вот. Так что буду дальше кайфовать. Попивать холодный зелёный чай. Вот. И монтировать в ложек. А мы с вами встретимся завтра. Где мы встретимся, не знаю. Что мы будем делать, тоже не знаю. Но если вы подписаны, то вы об этом узнаете первыми. Так что всего самого лучшего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok